Витас Витас был знаменитым певцом, а стал вот кем. Певец Витас Виталий Грачев прославился в начале нулевых, благодаря тому, что был единственным артистом в отечественном шоу-бизнесе, кто умеет петь фальцетом. Сейчас исполнитель отказывается от гастролей по России, что известно о его жизни и творчестве. Виталий родился в латвийском городе Даугавпилс. В детстве вместе с родителями переехал в Одессу, где учился в музыкальной школе по классу аккордеона, работал в театре пластики и голосовой пародии. По окончании девяти классов приехал в Москву, где закончил учебу и начал развивать карьеру артиста. Популярность пришла к Витасу в 2000-м, когда на российском телевидении вышел клип на его композицию «Опера номер два». Помимо необычного стиля и исполнения, артист привлекал внимание экстравагантным видам. В 21 год он дал сольный концерт в Кремлевском дворце, став самым молодым исполнителем, выступившим на главной сцене страны. Популярность Витаса стала падать в середине 2000-х. Он стал реже появляться на публике, а позднее вовсе исчез. В 2006 году Витас принял предложение Центрального китайского телевидения принять участие в концерте, приуроченном к Году России. После этого выступления артист обзавелся большим количеством поклонников Поднебесной. Певцу даже установили памятник в Центральном парке Шанхая. В марте 2018 года Витас открыл стрельбу из стартового пистолета в своем загородном доме в Подмосковье. Полиция составила на Витаса административный протокол по статье КОАП о мелком хулиганстве, ему грозило до 15 суток ареста. Сам артист объяснил Пятому каналу, что стрелял по птицам. «Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета, соседи что-то разнервничались, у них там свои заморочки», – прокомментировал он. В октябре 2022 года появилась информация, что Витас напал на сотрудника Минтруда в московском Кройки-баре на Садово-Кудринской улице. Сообщалось, что в ходе словесного конфликта певец брызнул ему в лицо из газового баллончика, после чего у пострадавшего был диагностирован химический ожог первой степени. Адвокат артиста Сергей Жорин объяснил, что ссора возникла после того, как Витас заступился за жену. В марте 2023 года уголовное дело начатое из-за конфликта в Кройки-клубе в центре Москвы было прекращено. «Уголовное дело прекращено, я бы не хотел комментировать деталь. В любом случае, стороны пожарят друг другу руки и взаимных претензий не имеют», – заявил Жорин. Продюсер Витас Сергей Пудовкин рассказал, что артист перестал давать сольные концерты в России из-за активной гастрольной деятельности в Китае. По его словам, на днях исполнитель дал в Поднебесно девять концертов при полных трибунах. «Сейчас настолько грандиозные планы с нашим самым большим стратегическим партнером, Китайской Народной Республикой, что не всегда хватает времени на другие какие-то проекты», – сообщил Пудовкин. По словам продюсера, Витас соглашается на выступления в России, однако только на частных концертах или корпоративах. Сергей Пудовкин также сообщил, что в следующем году Витас может организовать галоконцерт в России, который будет посвящен его юбилею. Артист длительное время живет на две страны – в России и в Китае. По словам продюсера Витаса, приезжая в Москву, он старается все время проводить с семьей. Супруга певца и трое детей живут в Барвихе. Семья – это его жизнь, его смысл. По данным СМИ, несколько лет назад Витас купил дом недалеко от Шанхая в горной местности, окруженный со всех сторон лесом. Продюсера Витаса